да оборвалось давайте перезаходите в эфир начинайте сразу с вопросов кого какие были вопросы сразу задавайте а то эти предыдущий завис я его сохранила и с вами перезошла мы с вами договорили вот пока собираетесь все добавляются напомню вам что у нас 29 числа стартует марафон границ как с вами нельзя и чтобы вас никто никогда больше не обидел ссылка в профиле присоединяйтесь девочки потому что очень важный марафон который помогает вам выстраивать жизни с позиции уважения к себе и уважение окружающих к вам ну и уважение вас к окружающим в том числе вот то есть это история когда вы действительно становитесь личностью в отношениях и становитесь равноправным партнером любых отношений там с мамой мама ли вас плющит муж ли вас плющит начальник ли вас плющит вас никто больше плющит не будет и вы при этом с ними не поссоритесь вам не надо будет бычить вам не нужно будет агрессировать вы научитесь договариваться вот да а значит мы остановились на месте про поцелуй на первом свидании потом выясняется ада значит значит так хороший вопрос что подарить его на 23 а потом музы ему застучат сразу побегу полетят ласточки ему в личку переводить на английский что ему подарю и сюрприз не будет нет не скажу вот про поцелуй на втором свидании я говорила что сайте допустим нас настраивает так что на втором свидании целуются только куртизанки и нельзя так делать и мы все с этим согласились да и тут вдруг оказывается что на втором свидании поцеловались люди которые знают друг друга уже три года и они там были в отношениях которые начались до того как они познакомились их все три года друг от друга неистово штырила ну то есть притяжение не чувствовали просто его избегали потому что были верны своим партнером и тут отношения с партнерами как-то вот так закончились у одного и у второй он ее позвал на свидание на первое свидание они все такие стесняшки там за ручки подержались может быть даже не подержались трогательно распрощались а на втором их снесло притяжением и ни один человек не скажет что-то рано блин они три года знакомы они уже как бы друзья давным-давно они друг про друга все знают удивительно что не на первом и вот таких вариантов да при которых второе свидание это не такой что ты бросилась на первом встречного да опять же какой поцелуй может это такой поцелуй когда я не знаю там очень трогательно получилось знаете случайно повернулась они такие а то а тут уже все батюшки кается господи в на колени это падать и не знаю голову пеплом посыпать да еще вдруг то как это говорится покажите мне где правило где эти правила написаны где эти последствия рассказаны вот я про хаббл говорила да что на десяти процентах видимого неба правило работает так она 20 появляются вариантики вот и у меня тоже появились вариантики после того как я пересла перестала слушать только сатью вот как бы сатью можно слушать он классно стендапер я очень уважаю мужик сам по себе мудрый но он как хаббл видит только 10 процентов звездного неба а начинаете читать кого-то еще раз уже уже 15 раз и уже 20 раз уже 25 это не значит что те 10 процентов были неправильные просто они работают в определенных обстоятельствах вот эти обстоятельства тоже надо учитывать вот вы учитываете такие 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 обстоятельства и картина становится полнее без фанатизма правильно говорят была такая история что 10 лет подруга и друг были друзьями потом как оба развелись со своими по своим причинам они стали встречаться на вто и на втором уже все было сейчас вместе уже четыре года ну конечно потому что это люди друг другу близкие им осталось только вот одна формальность соответственно соединиться вот на физическом плане они это делают у нас же в виде формальный подход что вот поцелуй должен быть не раньше там я не знаю 3 10 какого свидания почему этот формализм не работает потому что смысл у этой формальности какой узнать человека достаточно чтобы начать с ним сближаться чтобы начать в него влюбляться чтобы понять что вообще этот человек достоин влюбленности а не какой-то придурок потому что эти славики они же умеют маскироваться размаскировать его да и так далее но если вы с этим человеком у вас допустим это произошло раньше вы это видите вы друг другу ну как бы либо вы давно знаете друг друга но редко происходит так что прям свидание прям первое впервые видите человека ну сайта знакомств да но чаще всего вас на свидание там зовет какой-то знакомый кто-то с работы кто-то с учебы выходите и так далее вы понимаете что этот человек вам уже нравится заранее и свидание это как бы следствие того что вы друг другу понравились и так далее и то есть если не быть формалистом то вам нужно разобраться в том в каком в какой момент в этому человеку готовы открыться вы этого человек этому человеку ощутили притяжение ощутили вот эту искру и так далее вот вы почувствовали увидели что человек действительно заинтересован и достойный и не под давлением пошли в этот контакт и прекрасно почему нет то ну вот девушкам после долгого узнавания интимных отношений сложнее дается расставание чем для тех у кого интима не было девушки привязываются это факт факт что они привязываются но проблема девушек всех нас в том что если не существует непосредственно интимной близости да то есть вот мы получаем некие факты для того чтобы делать выводы например с ним классно или с ним отстойно да это не значит что мы не привяжемся это значит что многие из нас начнут выдумывать как с ним будет ожидать этого представлять это и быть уже в этих отношениях в голове пока тело еще как бы не включилась и это точно также привязывает точно также привязаться можно на уровне воображения и она держит даже крепче чем эти узы физически потому что вы с этим человеком покувыркались и выяснилось что не то пальто ну вот прям не то вообще не нравится да и у вас сразу как-то отпускает до вы получили достоверную информацию для выводов а когда у вас воображение вы несколько месяцев варились и предвкушали и задирали важность и смешивали это все с эмоциями с какими-то картинками там и так далее да дорисовывали к его сильным рукам еще какую-нибудь такую перчинку там и так далее так далее все оказалось кисель киселем то потом очень трудно расставаться со своей этой теории со своей этой гипотезе и вы пытаетесь ее доказать вы пытаетесь ее обесценить сексуальную эту связь сказать да ну не важно это блин не он нравится все равно сейчас разберемся вы себя в него тыкайте и так далее то есть женщинами чтоб так работало что вот она не вступила в интим и она не привязалась сейчас она с ним только переписываться начала она уже его фамилию детей назвала понимаете это абсолютно рядовая ситуация никого это не удивляет вопрос в том как у женщины голова настроена если она настроена правильно она вступает в осознанную связь не потому что хочет его впечатлить и значит привязать его к себе не потому что сама себе не хозяйка потому что она осознанно собралась и пишет блин правда и ржут ну да кисель киселем ржут еще сильнее да соответственно понимаете если женщина вступает в осознанную связь да неважно когда она это делает когда и удобно тогда она это и делает и нам не нужно никаких вот этих вот цензоров которые стоят ай-яй-яй кути занка ай-фу-фу какая она такая как собака начинает хвост поджимать что-то такое взрослые люди взрослые свободные люди сами разберемся когда вступать в интимные отношения но критерии для того чтобы понять что это нужно делать они есть вы его зауважали вы ему доверяете вы готовы для него открываться он вас заинтересован не только как сексуальном объекте на каком свидании в этом разобрались на таком свидании на какого свидания готовы на таком и пошли понимаете а то будут нам туда кто бы и он ни был этот человек говорит там на каком свидании и целоваться грех ну как бы я не знаю меня это мне это претит я не это мире не религиозно опыленная вот если вы это на вас влияет да если вы в это верите так ну пожалуйста это же просто один из критериев которым вы руководствуетесь вашей осознанности вот мило вы смотрели последний сезон кексов большом городе интереса ваше мнение слушайте я попыталась я начала и читала какой-то такой скучный я прямо это скисла надо себя заставить все-таки досмотреть вот но девушка может забеременеть после первой связи даже предохраняюсь может вот а как же правило 90 дней правило 90 дней это опять же вот такие как-то 10 процентов звездного неба в десяти процентах звездного неба это работает то есть 90 дней это время как это сказать достаточно но не необходимое слышите достаточно для того чтобы пообщаться с человеком разобраться в человеке увидеть его заинтересованность отсечь всяких вот этих вот которые пытаются вас чисто повалять и так далее то есть этого времени должно хватить его должно хватить а кому-то не хватает а кому-то хватает гораздо меньше ну то есть как бы это такая ну для опоры знаете вот это вот правило до которое но не правило это для примера вот как и дедлайн при сожительстве для примера полгода здесь для интимная связь для примера три месяца то есть это срок в который из которого можно делать выводы но существует женщины которым там вокруг 40 до грубо говоря которые знают уже и себя и мужчин уже чуют а у них достаточно опыта в общении да они понимают с кем стоит вступать а с кем вообще не надо лезть их на вот этой микини не проведешь да это вот девочки маленькие молоденькие да им там какой-нибудь мужчина умудренный опытом 25 лет сейчас где-то ржут я читала такие эти девчонки в блогах у себя ей там 16 лет она такая вот я иду на свидание со взрослым мужчина ему 21 год как себя вести все просто понимаете лопну вот таких вот понимаете вот таким нужно ходить и три месяца ждать пока вот понимаете не не наберется достаточно информации для анализа потому что вот эти 21-летний мужчины вот они-то запросто тебе просто ради галочки завели чтоб тебя понимаете лишить твоего цвета сорвать цветочек и погнать у меня был такой знакомый я с ним разорвала все отношения мальчик был вот такой прям на эти которого бабушка в школу одевает ну представьте да то есть прям вот вот такой девочки только могли смеяться я его под крылышко взяла я этого мальчика грубо говоря переодела мы с ним вместе вот я его за руку взяла мы пошли с ним в магазин и переодели человека он это все купил я ему просто сказала что купить потом объяснила как себя вести у него появилась первая девушка в каком-то в одиннадцатом классе да и такая трогательная трогательные отношения сразу на год и так далее а потом вскрылась знаете чего он с ней расстался следующую завел снова год отношений а потом расстался и такой говорит ты знаешь а я вообще сейчас понял я по я обрел уверенность в себе девкам я нравлюсь я себя уже почувствовал уверенно я буду мстить я буду мстить за то как они надо мной смеялись до вот этого вот 11 класса и он нашел девчонку девственницу и он ее бросил на следующий день после того как он добился своего после этого я больше с ним ни разу не разговаривала потому что я поняла что блин я вырастила монстра это просто кошмар это чё такое и вот от таких 90 дней до если ты девочка маленькая до 30 лет сейчас кто-то в 30 лет кого уже г-то перестарок тебе уже давно надо было замуж такие вот если ты девочка если тебе опыта не хватает если ты с первого взгляда не вычисляешь славиков если тебе голову заморочить вообще как нефиг делать ты должна читать милу левчук учить ее книгу наизусть идти на курс три месяца никому нет ничего не давать никуда не вступать но если тебе 40 лет и тебе никакая мила не расскажет вот да значит вот значит никакая тебе мила не расскажет какому мужику тебя тянет и как сделать выводы о том достоин он доверие и уважение или нет вы сами это все знаете так ну какая нафиг разец какие 90 дней просто вот когда готова когда тянет когда хочется когда приятно когда обоюдно пошли вперед вот пишет бм так мстит что его в школе не замечали такая история где вы как вы узнаете что вот он такой психопат больной вот он вырастет я надеюсь это повзрослеет по умнеет может включится но не факт может он там травмированный в это такая милая мила муж часто огрызается раздражается злиться негативит так было плюс-минус всегда тяжело так жить разводиться наташ смотрите у него это паттерн паттерн да вот значит у него это паттерн реакции то есть если он всегда таким был то это нейронные связи которые говорят ему что когда-то в конфликте реагирую вот так часто мужчины они в принципе есть такие знаете которые альфа че не в плане такой вот альфач который вот матчах дофигача такой вот этот вот все а у которых много тестостерона ну в принципе такой мужественно агрессивный у них это происходит само по себе у них так организм работает да то есть у него где-то там чуть долбану какой-нибудь кортизол или еще какой-нибудь гормоны его штырит он начинает орать то есть ему нужно приложить усилия для того чтобы контролировать гнев они наоборот приложить усилия чтобы свой гнев проявить там вступить в какую-то конфронтацию если он такой омешка да то есть это вот парни которые не конфликтные не злобные такие семейные покладистые так далее у них это это искра вообще не возникает у него ему не надо прикладывать отдельных усилий для того чтобы ее погасить и у тех и у других есть свои плюсы и свои минусы то есть вот такой вот мужик тестостеронистый он такой классный он заводит он понимаете отдает вот нам это вот женщины сразу такие у нас сразу это мурашечки бегут и все такое потому что мужик мужикастый да и нам у нас прям тянет вот это вот все к нему да а камешки не тянет у него как бы лицо ребенка у него нерешительность и так далее зато тот орёт и вспыльчивый и достал и как бы ну как с ним постоянно приходится вот эти вот конфликты и так далее а с амешкой наоборот спокойно надежно детей воспитывает фартуки готовит посуду за собой моет в тапочках ходит и так далее понимаете то есть вам выбирать типа потому что очень даже запросто вы такая берете и этот разводитесь с ним и выбирайте себе противоположного мужика а он вас не заводит вы ему не хотите у вас на него ничего нигде не бежит не течет не загорается и вы такая были да шо ж такое вот то есть я разводилась бы в случае если мужчина переходит к прямой агрессии и ничего не хочет с этим делать то есть я бы ему предложила терапию я бы ему предложила какие-то методы контроля гнева если он отвечает заткнись женщина что хочу то и делай вот тогда бы я разводилась а вот просто потому что он вот такой вот мужикастый мужик да если это не переходит именно в насилие а именно там что-то гавкнул рявкнул вспылил значит возбудился вот это вот все но есть такие прямо взрывчатые мужики вот а потом она быстро взрывается быстро остывает вот с ним надо разбираться под он пишет мой такой же как ваш наташ но у меня пожарный я ему это прощаю такую злость с моим только ласково это помогает ветер ласково помогает у меня тоже грек такой знаете они это они даже просто разговаривают уже кажется что ругань началась вот что-нибудь у него ва ба 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 ему голову так вот почешешь он и поплыл надо знать где почесать например если это работает вот то есть когда мы воспринимает это проявление агрессии как не ну не непосредственное зло да то есть что ты не имеешь права там вот это вот это вот это у вас внутреннее сопротивление вы себе может быть не позволяете агрессию проявлять да у вас она есть но вы ее подавляете например и это только ну взрываетесь от этого сильнее всяко бывает вот есть тут нужно оценку проводить чё там либо агрессивные и опасный мужик либо человек которому просто у которой нет инструментов контроля и он их не применяет никак и не ищет и не применяют нужно искать и применять так копирую третий раз очень надеюсь что мило ответит я просто не знаю что делать муж стал ревновать к моим хобби хотя ничего качественно не изменилась стараюсь уделять время достаточно мужу слушайте надо поговорить ну смысле что-то изменилось ничего не изменилось вы что-то изменилось так надо сесть и поговорить о чем изменилось что происходит еще чё к чему вот потому что скорее всего у вас где-то там за кадром что-то с ним произошло о чем вы ни в курсе и об этом нужно сказать прямым текстом словами вот так пишет ничего если он агрессивный энштейн тоже шизофреник много людей аутистов и шиши что-то вот вспыльчивый и опасный две разные вещи понимаете есть такие шумливые мужики которые в жизни никого пальцем не тронут никого никогда не это просто вот он такой шизофрения не лечится вообще да давайте без без шизофреников я не поймала начало разговора вот то есть девушки которые три раза копировала нужно с мужем поговорить и спросить что что происходит не в плане знаете там наезды чё вообще офигел там и так далее да а в плане того что вы пытаетесь разобраться почему это его теперь задевает что ему больно где болит и где чешется и там успокоить и почесать вот такая история а ну и кстати с криками обозначить свои границы не помешает крикуны они не встречаются по сопротивления когда у них такая система работает они вообще не мотивированы что-то менять то есть когда у меня например иван когда он начинает прям кричать вот он не 150 евро платит сразу резко меньше стало этого всего вот это границы это причем он назначил их себе сам я сказала со мной нельзя так ты вот это вот прекращай он такой все окей ладно давай я тебе буду 150 евро вкладывать это не мое даже предложение понимаете как это сделать как научиться так переговоры вести чтобы еще вам 150 евро падала до зато что он там где-то воспалился на марафон приходите как обозначить свои границы ссылка в профиль у меня начнем 29 числа вот эта система мотивации я такая думаю о у меня уже знаете эндорфинчики он кричит я денежки что я думаю что куплю прикольно же прикольно вот так мило помогите пожалуйста встречаюсь с парнем четыре года мне 20 узнал что сидит в интимных чатах и какая-то дива скидывал свои интимные фотки ну слушайте сашка это тема как это сказать ураган александра ваш выход ну я бы на самом это нормальный такой повод для конфликта и конфликта в котором вы выскажите ему все что вы про это думаете и все что вам на эту тему неприемлемо чтобы он как бы был в курсе и если он не собирается с этим ничего делать то он бы шел бы полем и лесом какая нафиг разница что он там четыре года с вами отношается если он в эти отношения в этих отношениях предатель вам 20 лет у вас максимальный выбор еще никто не замужем никто не женат все парни в поиске вы можете выбрать себе любого и надо цепляться за какие-то отношения которые у вас там где-то из детства понимаете у вас большой опыт уже это прекрасный опыт с которым вы можете вступить здоровые отношения и нет никакой мотивации очень нулевая мотивация вымучивать отношения из предателя который в каких-то чатах сидит с какими-то дамочками интимными фотками перебрасывается ты измена вообще-то ну так то то что он в нее не вонзился совершенно не означает что мысленно этого не произошло раз это мысленно произошло то просто вопрос когда это дойдет до дела поэтому это конкретно надо боевые действия разворачивать ну а как иначе вы сейчас где-то там окажетесь мудрее как говорят наши бабушки будь мудрее не говори об этом пока домой возвращается значит все нормально но это ваша мудрость придет вам к тому что вы с ним восемь лет про встречаетесь и расстанетесь потому что снимите его с какой-то бабы например вам это нафиг вам чё лишнее 4 еще четыре года лишний что вообще нет вот поэтому вы в своем праве вас предали вот такая история расстались давно из-за моей ошибки продолжали близко душевно общаться неделю назад приехал и сказал что любит и понимает что хочет создать семью видимо вопрос не поняла если влюбляешься в женатого начальника который намного старше выход один бежать ничего не объясняю женатого начальника как это сказать это у вас очень тревожный звонок причем звонок вообще не про начальника про начальника еще забудьте на этого начальника плевать на него на его личность на его там женат из на его возраст вообще дело не в нем понимаете это ваша психика сигналит она вам орет она говорит мы их я хочу отношений говорит вам психика и она говорит что надо кого-то найти и она начинает сама уже за вас справляться в кавычках у нас же как природа вот именно природа наша нашего вида она устроена так что среди ну из выборки там человек 40 в среднем до приблизительно то есть немного несколько десятков вам у вас возникнет влечение и интерес какому-нибудь из них потому что вам надо размножаться потому что на заре человечества у нас опции вообще не было то есть община она там состояла до из там 150 человек из которых там часть старики часть дети часть женщины и мужчин которые готовы к спариванию грубо говоря вот ну как бы по пальцам посчитать вот и наша вот эта вот система до репродуктивная она устроена как не ждать когда кто-то прискачет вам на динозавре из-за горизонта потому что запросто не прискачет и ты вымрешь дорогая а подбирать себе наиболее подходящего из неподходящих и так начинается что учительница влюбляется в старшеклассника это как ее какая-нибудь барышня выбирать себе сидельца или вы влюбляетесь в престарелого женатого начальника потому что он самый подходящий из того окружения которое у вас есть он ящика выйти вам нужно из ящика выйти услышать призыв свой о том что мне нужна пара идти на сайты знакомств и там выбирать среди мужчин которые вам подходят они цепляться за вот этого товарища то сигнал от вашей психики вам очень надо в отношении вы очень в них хотите аж вас потащила на вот этих вот граждан и увольняться то совершенно не обязательно просто посмотреть на него не как на боже какой мужчины и вибрировать да а посмотреть на него и подумать так слушай о чем это может говорить как это как я себя до такого довела вот то есть как на симптом на него посмотреть они на как мужчина это там маньяки ну конечно чё мне рассказывать мне он такой маньяк соседней комнате это конференции участвует такой маньяк аж прям понимаете никому не пожелаю эти кубики пресса здоров как бык красив ответственен и перспективен ужасно девочки не ходите на тиндер там такие таких можно встретить просто кошмар измена как простить не знаю а зачем простить вот понимаете вот вопрос здесь такой есть предатель у вас вы не простили но вы себя заставляете как-то это сделать да то есть у вас должна быть серьезная мотивация а почему вы не можете не простить почему простить гораздо выгоднее или лучше вам вам интереснее простить чем не простить может быть вы держитесь за отношения из которых вам просто страшно выйти и на самом деле вы его и не простите а просто вы себе хотите удержать зону дискомфорта вас чек предал вы простите его если он это прощение у вас заслужит это знаете как вот это же вот эти женщины он пишет я тоже все красавчика на сайте знакомств нашла хохочет у меня марафон есть как познакомиться с достойным мужчиной я там рассказываю свою супер мега технику девчонки поражаются насколько другой контингент им начинает писать на сайтах знакомств где они все были как это так я с ними не пересекалась а вот так вот дорогие друзья очень даже можно это сделать только дождите следующего запуска вот соответственно прошу этом говорила забыла про что девочки напомните про прочего говорила вон в тиндере встретила самого лучшего мужчину вот вот девушка у мужа на работе влюбилась начальника в моего мужа и увела его из семьи у нас ребенок и уже полгода не могу это переварить ну вот представьте еще и и разбитые сердца жизни и так далее вообще ни в коем случае это прям вот почему меня потащила сожрать кусок сырого мяса чтобы оказаться с какой с какой-нибудь этой болезнью в больнице потому что голодная иди поешь вот о чем это говорит про изъеменные предателя да и женщины они начинают из себя вымучивать дайте настолько страшно мужчину потерять что он еще прощение не просила она уже бежит за ним и кричит я тебя простила почему ты его простила что ты взяла что его надо прощать может он не раскаивается может быть он вообще как бы будет продолжать а ты думаешь как его простить на хрена его прощать объясните потому что мужчина который заслуживает прощения у вас не возникает вопроса как его простить вы его прощаете вы видите что он в шоке что он потрясен что его ударило это все что он переосмыслил что он изменился что он через ад прошел там и что-то такое вот возьмите откройте для вас вот кто собирается простить измену откройте пожалуйста фильм любовь и голуби до смешного но мудрейший фильм просто пошел мужик абсолютно неосознанный вот просто как баран увидел какую-то женщину она была достаточно умна и хитра она его взяла за поводок и увела просто за собой она ему не подходит он ее и не хотел что-то его куда-то повлекло закружила закрутила все и полгода скакал по огородам от сына от своего с топором убегал на водокачке жил хлебнул страдал переоценил все всю свою семью все что имел понял как он сильно свою жену любит чего он раньше не чувствовал этого не осознавал он жил на автопилоте и тут понимаете открылась а жена то моя это же любовь моя и начались свидания цвету я на это и так далее вот как его не простить она сама естественным образом простилась пойдет ли он какой-нибудь еще одну клару захаровну искать да вы что да он побежит из этих из сапог выбежит от такой бабы подальше потому что у мужика перестройка ценности произошла посмотрите посмотрите как это работает очень вам рекомендую фильм любовь и голуби еще а фильм женщины 2008 года по моему смыграин кажется вот замечательный ни одного мужчины нет в кадре только женщины и он очень такой трансформирующий поднимающий энергию для того чтобы не заставлять себе вот не заставлять себя в гоняться за ним и прощать его а найти в себе силы не простить вот это иногда гораздо сложнее дорогие вот что парня с армии его сослуживец мне рассказал о том что мой солдат пытался заказать куртизанок я в шоке от этого думаю расстаться ну давайте ка вы сначала со своим солдатом поговорить и узнаете чуть такое вообще потому что муж там этот его сослуживец какой-нибудь злобный дед который его ненавидит пинал его где-нибудь там по коптеркам и теперь дорылся и прикалывается у вас какие основания верить этому товарищу у вас есть какие-то эти господи а как он сверху сверху у вас есть какие-то доказательства скриншоты я не знаю что-то объективное кто этот человек которому вы верите объясните мне ну или может быть это соответствует его поведению до службы парню вашему то есть он вот фильм женщины это не про прощение это просила и пронайти себе силы не прощать вот любовь и головы любовь и голуби и женщины 2008 года женщины есть не только 2008 посмотрите найдете в себе это силы вот делает поступки реально видно что хлебнул все переосмыслил но все равно простить не могу может любви больше нет так может и нет что узнать то что он пытается заслужить прощение не значит что он его получит вы ему не обязаны его дать есть книга такая радикальное прощение колина типинга почитайте может она вам поможет если действительно двое людей столкнулись с какими-то ну всяко бывает в общем почитайте может вам поможет вот это нормально когда мужчина живет с мамой нет это не нормально это отсутствие сепарации даже если это финансово выгодно и нет смысла же эти не с мамой я вот например пикал эван говорит значит вот как как это жить с мамой да эван горит был в каком-то году там году в семнадцатом где-то вот давно поехал в путешествие по америке и маму собой взял значит подарки сделал они пролетели прилетели и что-то там у них было род трип какой-то значит в одной машине четыре дня быть я все проклял просто вообще это я маму свою конечно люблю но не настолько чтобы четыре дня с ней провести вот понимаете а тут мужик живет взрослый куда он женщину приведет как он вообще свою жизнь он умеет с ней справляться или нет то есть мужчина который не сепарировался от мамы а мама у него в жизненных процессах очень глубоко присутствует чтобы ее оттуда выковырить на это нужно прям очень сильную перестройку делать он скорее будет вас к ней адаптировать а ее к вам и вам поступит предложение переехать к маме тоже опущено че это выгодно мама еще готовит и стирает мои трусы раскладывает понимаете нафига ему сепарироваться нафига ему взрослую жизнь вести если маму его он сиськой кормит да ну нафиг что если с папой тут не знаю понятия не имею что там у них с папой вот для женщины жить с мамой нормально или я тоже о чем-то говорю да тоже надо сепарироваться взрослая женщина какая мама при чем тут мама вот не надо делать этого если взрослый человек живет с родителями значит он не сепарировался он избегает взрослой жизни он с ней не учится справляться как как вы потом от мамы переедете к мужу типа вы должны стать уже сразу и женой и самостоятельной девочкой а еще и мамы не дай бог кто-то у вас родится прикиньте какой стресс какая перестройка вас будет постоянно тянуть под юбку к маме вот если девушка 23 лет девушка пожалуйста но девушки уже надо подумывать куда деться оттуда вот меняли в 23 года переехала как раз то это был тот период когда я начала делать ремонт в квартире которая там по наследству нам как раз в этот момент досталась я переехала и господи боже я я рвала когти просто знаете с пробуксовка как коты знаете на поворотах из заносит вот примерно с такой раз таки в таком состоянии я драпала в эту отдельную квартиру понимаете это было просто у меня сердце отчасти дрожало каждый раз когда я возвращалась домой где никого кроме меня нет вот как это в 23 года это самый возраст когда женщина когда девушка должна вылететь из гнезда пулей пулей вылететь ну то есть то что она еще пока 23 года нормально вот в 27 уже вопросики чё ты делала все это время вот только закончила только выпустилась огляделась на работу устроилась собрала вещи свалила вот это нормальная история соответственно 23 года это как раз период когда надо вещи начинать собирать вот не всем квартира по наследству досталось кто-то снимает эта квартира которую которая по наследству досталась в которой я сделаю ремонт потом по этому же самому наследству досталась моей сестре потому что я уехала из омска из собой ничего не забрала квартиру с собой не заберешь ее мне никто продать не дал я после этого мыкалась по съемным в питере и хлебнула тоже и вот это вот все это не заставило меня вернуться на готовенькая понимаете вот аренду для кого придумали спрашивают правильно я и и у хозяев комнату арендовала и с девочками вместе скидывалась и отдельно квартиру снимала и с парнем вместе мы снимали как только я не снимала дорогие друзья вот такая история все дорогие работать правильно работать учиться разбираться как это жизнь устроена как без мамин без того чтобы кто-то приносил в холодильник еду как она там появляется вот эти все жизненно важные навыки перед тем как создавать свою собственную семью неплохо бы изучить вот я прошла через это мужик живет с мамой 33 года пытался меня адаптировать к ней все это самое мама трусы покупать стирает и все такое это трэш и себя тогда знала успеваете влюбиться привязаться начинаете его оправдывать искать выгоды в его маме и для себя тоже пока не понимаете что мама у вас третий человек в постели и главное и над вами начальника вы себе не принадлежите ни свободы не хозяйкой в своей жизни и вы взрослый человек должны жить на правах переживалки какой-то квартиранки то ли в лучшем случае дочке вы не дочка вы уже как бы жена вы взрослая женщина вы дочкой побыли у вас есть своя мама для которой вы дочка свекровь у вас вообще на другой роли должна быть поэтому в инфантилизм впадать обратно в детство да и садиться на шею даже доброй мамы это вообще ненормальная история и она вам мешает мешает научиться ходить самостоятельно да ни одному еще ребенку не пригодилось не научиться ходить своими ногами даже если его везде возят по колясочке все равно учись ходить сам потому что без этого твоя жизнь будет сильно сложной понимаете вот и тут тоже самое встал и были встала на крыло вылетела из гнезда до свидулю бывает что он живет с мамой только потому что денег не хватает на съемное жилье и не хочет жить с ней но живет и это тоже не норма да потому что у него нет денег создать семью с вами у него даже на одного человека себя нет денег как за него замуж уходить объясните мне непонятно мне зачем вы с ним встречаетесь тем более не дай бог вы с ним съезжаетесь к его маме на перспективу что он потом заработает ага он уже все вот так вот без заработка устроил у него все работает пошел он чинить то что не сломано ага он так не делает он делает так чтобы вы заткнулись со своим нытьем и продолжали жить у его мамы они ищут способ как бы заработать и оттуда съехать люди адаптируются к стрессу даже если он сильный вот и все пишу здесь денег не хватает пусть идет работает правильно вот все давайте прощаться на марафоне границ я вас жду он у нас 29 числа стартует поэтому ссылку в профиле и присоединяйтесь мои хорошие я вас буду очень сильно ждать как вы правы как я права я вас очень люблю а целую предложение руки и сердца может быть основание прощения измены вы шутите что ли нет нет ни в коем случае вы чего это вас узнаете такое это это как он типа что-то делать в только эти чё делаешь только смотри вы обернулись он такой раз прикрыт вот это как бы отвлекающий маневр исключительно понимаете какими-то салютами отвлечь от того что он как бы козел чего нет блин да не вздумайте вот все бомбанула под конец все спасибо вам за за эфир за компанию люблю целую обнимаю и будьте пожалуйста счастливым обещаете